Главу МВД Дагестана Адиль Гирея Магомед Тагирова сегодня все-таки настигла пуля снайпера на главного силовика республики. Уже не раз покушались, стреляли в друзей и близких министра. В этот раз ему попали в сердце. Шансы выжить практически не оставили. Погибнуть сегодня могли несколько человек. Расстреляли свадьбу. Из Махачкалы Амар Магомедов. В этой минуте в реанимации Махачкалинской городской больницы еще остаются два сотрудника милиции. Сейчас их оперируют. Они находятся в критическом состоянии. Это начальник управления по расследованию налоговых преступлений Абдулджафар Магомедов и лично охранник министра. Всего же ранения в той или иной степени получили 7 человек. Министра МВД Дагестана, как и начальника тылового подразделения Абдулразака Абакарова, врачам спасти не удалось. Мы попытались провести операцию, раскрыли сердце ему, но в сердце было разорвано пудой, поэтому помощь наша не могла ему какую-то пользу перенести. Потому что это уже так связано, находился в состоянии клинической смерти. В связи с убийством от делегерей Магомеда Агирова сейчас в Махачкале введены дополнительные меры безопасности. По тревоге подняты все оперативные подразделения МВД Дагестана. План перехват, то есть поиск преступников по горячим следам, к этой минуте результата не принес. Покушение произошло в час дня на проспекте Амитхана Султану, входа в банкетный зал «Маракеш». Здесь один из руководителей МВД Дагестана отмечал свадьбу дочери. На праздник были приглашены высокопоставленные сотрудники милиции. В разгар свадьбы министры и его сопровождающие вышли из зала и собирали сесть в машину. Именно в этот момент прозвучали выстрелы. Магомед Агиров был ранен в область сердца, стоящий неподалеку, также получили ранения различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 317 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия. По предварительным данным, о делегере Магомед Агиров был убит снайпером. По опросам свидетелей, преступники стреляли сначала одиночными выстрелами, а потом очередями. По версии следствия, вероятнее всего, снайпера прикрывал автоматчик, который, возможно, находился в соседнем здании. Крышу именно этой девятиэтажки преступники использовали как огневую точку. Это в 200 метрах от банкетного зала, где произошло убийство. Там же оперативники нашли несколько бронебойных пуль калибра 9 мм. Уже известно, что стрелявшие использовали снайперскую винтовку. Бронебойные пули этого оружия обладают очень большой мощностью. Основным мотивом покушения на голову МВД Дагестана следствие считает месть религиозных экстремистов. Пост министра внутренних дел Дагестана Дельгерей Магомед Агиров занял еще в 1998 году. С этого периода на него покушались несколько раз. Пытались взорвать машину и устраивали засады. Понимаете, когда очень долго существует подполье, когда оно имеет дерзость совершать такие наглые выходки, когда оно имеет поддержку, видимо, определенную, это говорит о том, что есть проблемы глубинного свойства, нерешенные властями. И властями, наверное, региональными, и местными, и, может быть, даже федеральными. Дмитрий Медведев поручил главе Дагестана Муху Алиеву оказать семьям погибших необходимую моральную и материальную поддержку. Магомед Агиров стал известной личностью в республике во время работы начальником Дербентской милиции в 1994-1998 годах. Он сумел навести Дербенте такой порядок, что его жители спокойно оставляли незакрытые автомобили на улице, в то время как в других городах в начале 90-х в такое и представить было невозможно. Расследование убийства главы МВД Дагестана взято под личный контроль главами МВД и Генпрокуратуры Российской Федерации. Рассматривается ряд версий совершенного преступления. Основной из которых является профессиональная деятельность высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел республики. Для дальнейшего расследования уголовного дела принято их производство главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу. Ход расследования взят на особый контроль председателям Следственного комитета. Адели Гирея Магомед Агирова похоронили сегодня в родном ауле Ганадаг у Нивского района Дагестана по мусульманскому обычаю до заката солнца. Тело министра доставили вертолетом. В связи с трагедией отменено назначенное на завтра празднование юбилея района. Амар Магомедов, Рамазан Рашидов, Абдулла Магомедов и Милана Магомедова. Пятый канал. Махачкала. Дагестан.